Церковь Благая Весть Умным родителям Будьте внимательны Доступ к скачиванию этой книги Ограничен по времени Поэтому успейте получить ваше благословение И насладиться изучением Божьей мудрости В этой сфере А сейчас давайте мы объединимся Для того, чтобы славить нашего Господа Потому что в послании к евреям написано Что мы можем с дерзновением Приступать к престолу и его благодати Чтобы получить благовременную помощь И мы сейчас с дерзновением Приступаем к престолу Божьему И давайте будем славить его церковь От всего сердца Славим мы тебя, Господь Славим мы тебя, Господь Славим ты, Господь Славим твое имя Славим твое имя Твой престол превыше всех Твой престол превыше всех У Тебя вся сила У Тебя вся сила Как велика, Боже, милость Твоя И во кресте нам готов к одам Пусть как собой Ты открыл небеса Славим мы Тебя Как велика, Боже, милость Твоя И во кресте нам готов к одам Пусть как собой Ты открыл небеса Славим мы Тебя Он достоин славы Славим мы Тебя, Господь Славим мы Тебя, Господь Славим Твоё имя Твой престол превыше всех У Тебя вся сила Славим мы Тебя, Господь Славим Твоё имя Славим Твоё имя Твой престол превыше всех Твой престол превыше всех У Тебя вся сила У Тебя вся сила Как велика, Боже, милость Твоя Славим Твоё имя 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 Твоё имя Славим Твоё имя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Сила моя, сила моя Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Сила моя, сила моя Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Простирайтесь к Богу! 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 На Тебя в Освятилище идёт силу и славу Твою. Время в Освятилище идёт силу Твою. Я смотрел на Тебя в Освятилище идёт силу и славу Твою. Время в Освятилище идёт силу и славу Твою. Я смотрел на Тебя в Освятилище идёт силу и славу Твою. Я смотрел на Тебя в Освятилище идёт силу и славу Твою. Время в Освятилище идёт силу и славу Твою. Время в Освятилище идёт силу и славу Твою. Время в Освятилище идёт силу Твою. Время в Освятилище идёт силу и славу Твою. Видя силу и славу Твою. Время в Освятилище идёт силу и славу Твою. Здесь, Иисус, сила Твоя здесь сейчас. Спасибо, спасибо, Иисус, за Твое восполнение, за Твое наполнение. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Как очень часто пастор Денис выходит и говорит, здесь сила Божья. Как пастор проповедует и говорит, что нам не нужно ждать верою. Ты можешь получать своё чувство прямо сейчас, здесь, в этот момент. Бог ничем не ограничен. Он слышит Твою молитву. Он знает Твою нужду. Он видит Твои обстоятельства. Тебе нужно только одно – прийти в вере. Коснуться Его. Коснуться Его и принять то, что Он приготовил для тебя. Сегодня, сейчас, здесь, на этом месте. Сила Господня. Его власть. Его могущество. Оно здесь, на этом месте. Прикасайся к Нему. Простирайся в своём сердце. Открывай Ему своё сердце. Открывай Ему свои мысли. Бог не ограничен ничем, кроме нашей с Вами неверием и страхом. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты своей властью, своим могуществом касаешься сегодня здесь, на этом месте. Милость Твоя, Господь, она простирается над этим местом. Милость Твоя, Господь, она наполняет наши сердца. Мы благословляем Твоё имя, Иисус. Да будет благословенно имя Господне. Аллилуйя! 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 О, Боже, слава Тебе! Да, если, конечно, сердце Твоё откликается, воздавай Ему хвалу, воздавай Ему благодарность за всё, что Он сделал и за всё, что Он будет делать здесь, сегодня, сейчас, на этом месте. Мы благодарим Тебя, Иисус! Мы благодарим Тебя, Господь! Спасибо Тебе, Иисус! Мы склоняемся пред Тобой, Господь! Мы склоняемся пред Тобой, Иисус! Иисус! Коснись наших сердец! Коснись наших душ, Господь! Коснись наших тел, Господь! Духом Твоим святым! Духом Твоим святым! Аминь! Сожги моё сердце огнём, Пронейся Ты поздним дождём, Вода, будь живая, Течёт, изменяя всё. Принес מста Повingle Коснов Что holds Коснов Постанавливайся Москва Постанавливайся frank Зд�яось Аминь! Поп ngo Вознес, слышишь, жертвы В сердце смиренно построят свой дом Жертву ты примешь, дух сокрушенный Вечно пребудешь в сердце моем Иисус, Иисус, Твое имя слаще всякого имени Твое имя слаще всякого имени Твоим именем мы спасаем Твоим именем мы исцеляем Твое имя слаще чемпион Твое ее благо зовет меня за тобою Вознес, слышишь, жертвы В сердце смиренно построят свой дом В жертву ты примешь, дух сокрушенный Вечно пребудешь в сердце моем Вознес, слышишь, жертвы В сердце смиренно построят свой дом В жертву ты примешь, дух сокрушенный Вечно пребудешь в сердце моем Вознес, слышишь, жертвы Вознес, слышишь, жертвы В сердце смиренно построят свой дом В жертву ты примешь, дух сокрушенный Вознес, слышишь, жертвы В сердце смиренно построят свой дом В жертву ты примешь, дух сокрушенный Вечно пребудешь в сердце моем В тюрьму в сердце смиренно по sacрам В тюрьму в сердце смирены He said, from the days of your fathers you've gone away from me and you've not obeyed me. Return unto me and I will return to you. But you ask, how do we return? And God answers them in verse 10. Bring all the tithe into the storehouse that there may be meat in my house and prove me now, herewith, says the Lord, if I want to open the windows of heaven and pour out a blessing. God basically said when people get their hearts right they give. When people do not have right hearts they do not give. But if you want to know how to return to the Lord God says return and here's a great way to begin bring all the tithe, all the offerings into the storehouse. When we give our money we're really being serious with God. It's a sacrifice it means we're releasing faith we're trying to be obedient and God sees that and God sees that as a return. Some of you need to do that today. But for anybody who gives and who gives the tithe and offering there is this promise that God will open the windows of heaven. I want to live under an open heaven so I've got to be constantly giving my tithe because my tithe is the key to that window and every time I give I'm opening that window just on Friday Denise and I reviewed our giving to make sure we're giving our tithe because I never want that window to be closed and today we're going to obey the Lord. I know you want to be obedient you want the blessing of God on your family so we're going to give and we're going to do our part and God will do his part. So reach for your tithe reach for your offering and let's give to the Lord. Father we thank you that today we can bring the tithe and the offering. we thank you that your word is true that you will rebuke the enemy for our sake and you will keep an open window over our life. We give by faith and by faith we thank you for our harvest in Jesus. Amen. Let's give. and you will пожертвования через систему Сбербанк Онлайн, набрав в поисковой системе благая весть. Если у вас остались вопросы, задайте их служителю на стойке электронных пожертвований. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня я сею свои финансы в Божье Царство. Я поклоняюсь Богу, отдавая свои деньги, и я делаю это в послушании Богу и Его Слову. Благодаря моему послушанию Божье Слово будет проповедано моему ближайшему окружению и даже до краев земли, и многие люди достигнут совершенства в Иисусе Христе. Бог пообещал, что Он благословит меня за то, что я с верностью отдаю десятину и пожертвования, и я верю, что во всех сферах моей жизни произойдет умножение. Верой я сею, и верой я принимаю свой урожай. Всякая, Господь, кража. Мы запрещаем это во имя Иисуса и благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нам даешь. И просим Тебя о том, чтобы Ты умножил это в нашей жизни. Мы отдаем Тебя сейчас наши десятины, наши пожертвования. И просим, Господи, о том, чтобы Ты использовал эти деньги для того, чтобы здесь на земле явилась Твоя слава. И мы отдаем Тебя, Господь, молитвенные нужды сегодня, которые были написаны здесь, которые написаны на молитвенной стене. И просим, Господь, о том, чтобы Ты прикоснулся к каждому человеку, к каждой нужде. И дал ответ во имя Иисуса. И все вместе сказали, Аминь. Alright, you have your Bibles. Open your Bibles to Proverbs 22. Today we're just going to look at one verse. Father, we thank You in the name of Jesus for this wonderful day, for the truth of Your Word. Speak to us, give us what we need, in Jesus' name. Аминь. Well, today, kids are going back to school, and every year I take this as an opportunity to encourage parents. And so that's what I'm going to do today. But I'm going to begin with a story. Now listen real carefully. At the beginning of the 20th century, something very interesting happened in the American prison system. There was an interesting thing in the prison system. The prison system. This was not a religious system, this was the government system. They noticed that in the eastern part of the United States, there were 700 people with the same last family name. And they thought, how interesting. And so somebody said, where did all these people come from? And they began to search back to the beginning of that family. And they went back five generations to where the family began. And when they saw the results, it was so horrible. But somebody said, well, let's do a similar study with somebody, the beginning of that horrible family was a very famous sinner. So somebody in the government said, let's do a comparison. Let's go back five generations to somebody who was very famous and godly. And let's see what the godly generation produced. So I'm going to read to you the results. Now listen carefully. At the turn of the 20th century, an American educator traced out the descendants of Jonathan Edwards. who was a great, great Puritan preacher. And the results were simply shocking. Then he studied the results of a very wicked man by the name of Max Jukes. And then he decided to to look at the results of a very wicked man by the name of Max Jukes. который прослыл отъявленным грешникам. Max Jukes and Jonathan Edwards they lived at the same time. So they followed out five generations of their descendants. One was godly one was wicked. One was wicked. Listen to the results. Jonathan Edwards the godly man famous preacher and who was known for his very strong discipline of his children. He had 11 children and here is what his 11 children produced. And here is what his 11 children produced. One U.S. vice president three U.S. senators three governors three mayor 13 college presidents 30 judges 65 professors 62 physicians 80 public office holders 100 lawyers 60 prominent authors who wrote 135 different books 75 army or navy officers 75 officers one comptroller of the U.S. treasury and 100 missionaries pastors and theologians What do you think of that? How would you like that to be your offspring? He was a very godly very strong disciplinarian with his children. был благочестивым человеком и в строгости воспитывал детей и наставлял их неустанно. And you see the results. In this scientific study then they looked at the family of Max Jukes a very ungodly man who had many children but only two official children. He was known for not giving any direction or guidance to his children and his children produced. Seven murderers 18 brothel keepers 16 convicted thieves 130 130 additional prisoners 50 to 120 women who were prostituted 67 women with syphilis who spread it to 440 other people 310 people 310 people 310 people who were prostituted 440 alcoholics 440 alcoholics 140 people that received 800 years of poverty relief in social programs 30 who were prostituted 30 who were prostituted 20 Дnant 21 22 . Это очень мощное свидетельство, яркое свидетельство того, как влияние родителей повлияет на детей, на жизнь потомков и потомков многих поколений. И я сегодня, в самом начале, что вы хотите оставить в будущем? Что вы хотите вложить в своих детей? Вы хотите, чтобы ваше наследие было таким же благословенным и благочестивым, как у этого человека? Или вы хотите такое развратное поколение после себя оставить, какой оставил Макс Джукс? Вы хотите, чтобы у вас семья какой была? Вы хотите, чтобы ваши дети были необразованными, нищими, все время страдающими по жизни? Или вы хотите, чтобы ваши дети были необразованными, нищими, все время страдающими по жизни? финансово стабильными и благословенными чего хотите вы ведь такие вещи не происходят случайно всегда от того как мы себя ведем зависит какими будут дети и их потомки скажи аминь и сегодня местописание is Proverbs 22.6 this message is for anybody with a guiding hand in the lives of younger people это проповедь предназначена для любого человека который хоть как-то общается с молодежью so if you're a parent or a grandparent or maybe you're an uncle or an aunt but you have influence on somebody let's all listen carefully and here's what the Bible says train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from him let's all say it together давайте вместе скажем наставь юношу при начале пути его и он не уклонится от него когда и состарится let's say it again and let's say it like we believe it давайте скажем с верой еще раз повторяем вместе наставь юношу при начале пути его и он не уклонится от него когда и состарится now you know before the service today I said to Maxime you know this is such a basic message it's very elementary ведь так вроде базовые знания какие-то все элементарно and Maxime said something very interesting I'd like for you to repeat it и я хочу повторить вы знаете пасторик может быть я все это и слышал но у меня сыночку четыре с половиной года и мне надо чтобы мне это постоянно повторяли на протяжении последующих как минимум пятнадцати лет я хочу чтобы мне постоянно об этом говорили and I have grandchildren и у меня есть внуки and so it's good for all of us to remember what the Bible says first of all this verse is not a suggestion it is a command and the first thing it says train a child train a child now the word train is very important in Hebrew it means several things first of all the word train train is a Hebrew word which means to do something in a dedicated way в Иврите это слово во-первых означает что-то что ты делаешь с посвящением ты посвящаешь себя этому you gotta be really committed to it надо быть преданным этому делу this can't be something you just experiment in or dabble in ты не просто какие-то эксперименты проводишь или сегодня делаешь а завтра нет о нет it describes absolute focus ты посвящаешь себя ты сосредоточен ты сконцентрирован a great priority ты это ставишь на первое место это приоритетное дело to train a child you have to be completely committed focused and dedicated для тебя воспитание ребенка в центре твоего внимания ты сосредоточен на этом и ты посвящен воспитанию своего ребенка and you've got to be very continuous in it и тебе нужно постоянно этим заниматься и во-вторых the same Hebrew word to train то же самое слово в Иврите которое переведено как настать now listen to what it means the word mainly means to narrow something as to make a path narrower сужать границы то есть путь делать узким сужать путь rather than have a great big path that goes a lot of directions то есть не раздвигать границы чтобы куда хочешь туда и иди о нет it means to make the path narrower ты делаешь путь узким to remove all the options ты границы сужаешь ты убираешь разные возможности to give borders to give boundaries ты проводишь границы то есть четкие линии чтобы ребенок четко видел куда нужно двигаться когда мы с вами говорим о том что надо сужать путь ребенка я ни в коем случае не говорю о том что ребенку нельзя предоставлять возможности или не надо давать ему развиваться не об этом речь я не об этом говорю когда я был ребенком мой отец мне давал возможность играть в бейсбол я ненавидел бейсбол потом меня футбол отдали я ненавидел футбол потом еще какая-то игра с мячом была и я эту игру с мячом ненавидел когда родители убедились что у меня не получается заниматься какими-то играми с мячом ну ты как узнаешь есть талант или нет пока не начнешь я все перепробовал мне все эти игры с мячом казались глупыми я по-прежнему убежден что вот такие занятия спортом с мячом это глупость какая-то но вот я так устроил и я будучи ребенком я liked art испытывал склонность к искусству мне восемь лет было отруду а я уже любил ходить по музеям а со мной никто не хотел ходить по музеям меня подвозили к музею и высаживали иди мальчик я настолько сильно любил живопись искусство что когда мне было 10 лет я уже брал уроки художественного искусства я учился рисовать мой отец не знал что со мной делать потому что у него у отца было желание сделать меня профессиональным игроком в бейсбол и он мне говорил однажды когда ты подрастешь ты вырастешь ты будешь профессиональным игроком в бейсбол и я думал эй-эй-эй-эй-эй just take me to the museum в музее меня лучше отведите я даже нравилось ходить на концерты симфонической музыки но в моем возрасте другие дети не ходили на концерты симфонической музыки но когда я был ребенком у моей мамы хватило мудрости мама позволила мне посещать те места которые мне были интересны это мне помогло мама мне говорила сынок тебе нужно понять кто ты кем ты создан быть тебе нужно раскрыть свои дары и таланты пожалуйста не надо детей держать в коробке нет пусть они развиваются указывай я сегодня говорю о том что нужно указывать и когда ты ребенку указываешь путь ты должен позволять ребенку развивать свои дары и таланты скажи аминь но мы в то же время должны сужать дорогу перед ними то есть ограничивать своих детей родители не могут конечно все предписать для своего ребенка но они могут путь показать вот основной путь двигайся туда на самом деле на самом деле в книге Ботие 18-19 написано Бог сказал я хочу чтобы вы знали почему я избрал Авраама потому что я знал что он будет воспитывать детей и наставлять их поэтому Бог избрал Авраама вот насколько важно воспитание детей в глазах Божьих когда Бог дает нам детей он нам их дает и у них в голове чистый лист бумаги доска на которой ничего не написано чистый пусто и мы с тобой должны наполнить разум детей Божьим знанием благочестием и очень часто родители заблуждаются что ребенку надо позволить самому найти себя самому найти свой путь жизни простите меня но это просто глупость несусветная если ты ребенку предоставишь полную свободу ты его полностью потеряешь если ребенок будет предоставлен сам себе и будет делать то что хочет абсолютно точно есть гарантия что он начнет следовать своим греховным желаниям ребенок сам разрушит свою жизнь и он пойдет по пути нечестия некоторые родители говорят ну нельзя детей заставлять ходить в церковь вы знаете нонсенс надо же их заставлять ходить в школу вы же верите в то что важно получать школьное знание и вы ребенка заставляете ходить в школу и также детей надо заставлять ходить в церковь лучше их приводить в церковь to give them a taste and understanding a love for church пусть у ребенка с детства выработается любовь к церкви пусть он полюбит эту атмосферу when the bible says train up a child rule in the borders remove wrong and make sure they have direction show that child the right path instruct him in his duties teach your children the blessings of right living the dangers of wrong living and guide that child down that path and later on when the child gets older and he faces the realities of life by himself he will be equipped he'll know how to think he'll know how to discern he'll know what to do what to not do because you taught him what is right and what is wrong now I want to begin next with a picture Алексей, будь добр Алексей, пожалуйста I want to show you my favorite photograph here is a photo of our sons which hangs in my office here in the church I just love this photo because here is precious Paul the older brother and there is Philip in the middle and Joel and when I look at this picture they're the same today Paul is still the older brother he's still hovering over making sure everything's fine Philip is still trying to figure things out that's just Philip that's his nature and Joel is the entertainer they're the same these were the treasures that God put in our lives now I want these two boys to stand Philip's not here today these are the same guys and today all three of our sons they're godly they're blessed they're disciplined they're living with a desire for the future but many kids start like this and they wander and they end up in sin this word train means first of all we have to be very committed very dedicated continually dedicated it's going to take our focus our time нужно на воспитание детей тратить время and the word train means pull in the borders move all the options out of the way that are evil and misleading убирать какие-то варианты которые приведут детей не туда куда нужно убирай то что им не подходит and do everything you can to put your children on a right course делай все для того чтобы ребенок двигался по правильному пути вы понимаете о чем я мы с Денисом и так и воспитывали и мы благодарны за то что наши родители нас также воспитывали мы научились у родителей воспитанию детей ну смотри what is child training вообще что такое воспитание ребенка это когда ты ребенка наставляешь объясняешь и словесно если надо ну и какие-то другие меры физически применяешь для того чтобы у ребенка выработался характер который будет с ним всю жизнь для того чтобы ребенок был мудр чтобы у него был страх Господень а частью воспитания является личный пример родителей мы воспитываем личным примером ваши дети за вами наблюдают вы для своего ребенка главный пример частью воспитания является помощь ребенку обратиться к Иисусу вы должны помочь ребенку покаяться ты должен показать ребенку объяснить ему что его Господь Иисус ты должен ребенка научить тому что Библия является верховным авторитетом it means giving them correction if it's needed если нужно ребенку надо поправлять делать ему замечания ребенка надо учить you've got to constantly be repetitions и для этого надо повторять одно и то же снова и снова снова и снова don't just say I've already told you that because you're going to have to tell them and 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 tell them о каком возрасте я хочу ответить на этот вопрос the Hebrew word describes a child from birth to maturity описывает ребенка и весь промежуток жизни от рождения до зрелости or any child that is still economically dependent upon you речь идет о ребенке который сохраняет финансовую зависимость от своих родителей that's really what it means вот о чем речь-то which means you're to be guiding your child то есть ты должен направлять своего ребенка as long as they're depending on your money пока ему нужны твои денежки you have authority у тебя власть над этим ребенком если ребенок ожидает что ты его будешь содержать then you still have a parental right to give direction and guidance and correction пока ты ребенка содержишь у тебя есть право говорить ему что делать и направлять его вот эта подготовка это наставление begins when a child is an infant when a child is an infant and they throw their food across the room that's time for you to begin training you teach that child that is not acceptable behavior it begins when they're infants все начинается с малых лет then it increases to when they're children and teenagers потом ребенок растет растет становится подростком and then it continues to when they're older and then you move into a counseling stage и чем старше ребенок тем ты больше подходишь новые пути ты уже не просто строго говоришь ты начинаешь ему давать советы и вот здесь в этом стихе речь идет о наставлении is involved as long as they're still under your financial care это наставление продолжается до тех пор пока ребенок пользуется твоими деньгами now look at the verse again Hebrews 22.6 the Hebrew states it a little different and in a very important way listen carefully the Hebrew says look at your Bible and listen to what I say so you'll hear the difference it says train a child in the way he should go ты должен ребенку показать путь вот как в оригинале написано ты должен ребенку показать путь по которому ему должно идти or a literal translation буквально в следующий следующий означает now listen carefully because this sounds very strange слушайте внимательно потому что очень странно but you'll understand in just a moment according to the mouth of his way он должен устами в своем рту почувствовать в своем да во рту почувствовать куда ему надо идти and it refers to the early taste that is formed in a child's taste bud здесь речь идет о том что с самого детства вкусовые рецепторы на языке любого ребенка привыкают к какому-то определенному вкусу what do I mean? о чем речь? let me give you an example приведу пример when Denise was a child когда Денис была ребенком she grew up out in the countryside она выросла в такой сельской местности actually she grew up on a farm на ферме they had lots of land they had cows they had chickens цыплята курицы they even had a garden everything that I don't like I like concrete I like buildings I like the smell of gasoline but Denise grew up out in the countryside so guess what they ate food from the garden food from the garden that's what they ate fruit vegetables they had no soft drinks no Pepsi no Coca-Cola nothing of that in their house they hardly had coffee in their house they just ate food from the earth they just ate food from the earth when I married Denise it was a shock to me because we went to her parents' house was out in the countryside we came into the house sat down and her mother who was my new mother-in-law she said well I hope you don't think you're just going to sit around that's exactly what I wanted to do she said see that garden out there I said yes she said it's the spring and I want you to go out there and spread that big pile of manure I said what? you want me to do what? she said come with me I walked out the back door onto the porch she handed me a shovel she said that pile of manure is yours I was in shock and I began spreading the manure which they did every year because they ate vegetables from the garden that's all that Denise knew it's all she ever had guess what Denise eats now she eats like a rabbit lettuce carrots tomatoes огурцы огурцы I just look at it and think how can you do that? that's what her mother fed her when she was a child and it formed her way and she has never departed from it even when I try to get her to depart she always says nope and she goes right back to the rabbit diet I grew up in a different kind of home we had a small yard thank god we had no garden we had no fruit in our house I can never remember an apple never not one time I can't remember fruit I can't remember a pear can't remember a peach can't remember anything the only fruit I remember the only fruit I remember is a banana you know why I remember bananas the only reason we bought bananas is because we cut them up and put them in our bad cereal that's the only reason we had fruit and the only memory I have of vegetables is frozen vegetables which had no nutrients whatsoever and mainly we ate vegetables from cans that was just preserved vegetables I hope my mother never hears this I hope my mother never hears this but what we ate in our house was fried food fried ham fried steak fried 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 hamburgers hot dogs french fries potato chips I mean it sounds good to me right now makes me want to run to Burger King to this day what do I like to eat french fries I love french fries makes me want to eat some right now I love hamburgers pizza better if I get pizza with nothing vegetable style just meat and cheese I don't want any vegetables like that just load it up with meat and cheese that's the way I grew up and guess what when Denise has tried to get me to depart from it when Denise пыталась to get me to leave from the road this doesn't work even if I try to eat like a rabbit I'm going to go back to that original because that's what my mother taught me to love I had a wonderful mother she just didn't have a great revelation about nutrition so we ate differently and when we first got married I didn't like anything Denise cooked she knows I mean she hurt her feelings 35 years ago I just didn't have a taste for what she cooked she put all those vegetables on a plate I would look at them and I would think you have got to be kidding me this is what I married I'm going to eat like this for the rest of my life that's how she fed our sons and guess what Joel likes to eat healthy food he just loves healthy food thank God for Paul because he likes to eat like his daddy I mean but the point is by the way I'm constantly working on my weight and I think I'm doing pretty good I mean but when your child is young you're giving them the right taste what you teach them when they're young is what they will do when they get older and even if they try to depart from it they will come back to it and that is why the Hebrew in this verse uses this example you know parents often make the mistake and they think well my child's too long too young to really be affected it's not important when they're young any educator will tell you that's dumb because the most influenceable age really is until they're about six or seven years old one of the best examples we have is the example of Moses Moses is really the best example Moses was born he was given to Pharaoh's daughter which was a terrible pagan dark wicked environment but who was Moses' teacher when he was a little boy his mama and his mama trained him secretly she gave him the word of God she taught him the word of God and when he became of age he left it he lived like an Egyptian he behaved like an Egyptian but when he got older what did he do? he came back to what his mother gave him when he was young he could never get away from that taste that God gave him so those young years are extremely important I would just be interested to ask you what did your mother feed you? if you look at your life are you basically eating the same thing you were fed when you were a child? it's very hard for you to depart from what's given to you when you're young but in this verse the Hebrew actually says we're to give our child a taste we're to give them the way that they should go now I know your Bible doesn't say that but the Hebrew says in the way they should go it doesn't say in the way they want to go it says in the way they should go you need to understand that because of the sin nature every child naturally defaults to foolishness and sin that's true of everybody because we all have a sin nature we have to do with every child naturally defaults to foolishness and sin and if you let them go the way they want to go that's where they'll go without training without direction without giving them a narrow path if you don't give them a taste for what's right they will always default to sin no training is default training любая подготовка приводит к результатам отсутствие результатов это всегда результат отсутствия подготовки and Proverbs 29.15 says if you do not teach your children you will have fools for children and that is why we have to train them in the way they should go the way they should go no child is smart enough to do this without help and now we see in Proverbs 22.6 this is why we have to train them give them a right taste pull in their borders give them direction you know there's this idea today that you should just let children find their way by themselves that you should that's okay when it comes to their gifts their talents that is not okay when it comes to morals ethics responsibility or spiritual life you have to train them you have to discipline them or by default they'll go to sin or by default and spiritual training is much more than just taking your child to church you should take your child in fact I'll guarantee you if you do not teach your child at an early age to love the church and if you don't show them that you love the church as soon as your child is old enough they will not go to church those early years are absolutely essential you've got to train them you've got to talk to them you've got to repetition 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 those kids are your most important treasure you've got to really invest in them continuously training 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 you know when our boys were young we didn't waste a minute we were very purposeful we were very committed we were very dedicated this verse says you have to be dedicated and even when we would sit around the table eating dinner we didn't just eat dinner we were talking I was asking questions I wasn't saying everything telling everything I was asking them what do you think about this well Joel what do you think about this Philip how about you Paul what do you have to say about it hey what do you guys think about the message you heard involving them in intelligent conversations because that was an opportunity for repetition and teaching if you want your children to grow up and really be good you've got to see this as your greatest focus it's important to bring your kids to church but it's going to take more than that and the Bible promises us that when he is old that child will not depart from it that is a promise it is a promise now science confirms the promise scientific studies that children generally do not depart from what they've been raised to do or believe generally studies show that when children come to maturity they continue the same morals beliefs disciplines that their parents developed in them at a young age having had instruction discipline warnings encouragement everything else a parents teaches them at an early age developing in them that taste putting them on the right path the Bible promises they will not depart from it when they get old it is a promise and even if they wander for a time like Moses did the word of God promises and actually scientific studies show that they will revert eventually to the training they receive when they were young in the child even science shows that the only thing that could bring a real dramatic change that they would never revert is when there is a conversion to faith or a conversion to a doctrinal belief that can permanently change their outlook of life it may permanently change their church membership but even then they carry with them those elementary principles that were given to them when they were children to me this is amazing it's amazing you know when you start saving money it seems so minimal so small like you're not doing much let's say you start putting money in the bank you're trying to save money and at the beginning it seems inconsequential you've been doing it for a year and at the end of the year you just have a little bit of money and there is the temptation to say you know what I'll just spend this money and there is you go and it might seem like you're not doing much right now but if you just keep doing that little bit 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 постоянно, 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 постоянно. Когда тебе пора будет идти на пенсию, будут уже деньжища. Всем же хотелось бы потом, чтобы деньга была. Все бы хотели. Надо начать. И точно так же воспитание детей. Надо быть верным. Продолжать, 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 продолжать. Если вы рассказали, еще раз скажи. И еще раз скажи. И снова скажи, ты помнишь, что я говорил? Воспитание детей — это не визги и не крики. Воспитание детей — это инвестиции. Ты постоянно вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь. И если ты правильно будешь воспитывать детей, то точно так же, как деньги, отложенные на пенсию, или пенсия, заработанная тобой. Если ты инвестировал в детей, наступит день. Когда ребенок стал взрослым, будет добиваться успеха, он будет благочестив, он будет благословением. И этот ребенок о тебе потом будет заботиться. Пол, Джо, ты слышишь меня? Да. Да. У меня есть ожидания. Я много вложил. И однажды в будущем должен сработать закон сиреней жатвы. И знаете что? Как вы с нами будете обращаться? Guess what happens? Так же ваши дети будут обращаться с вами. That's why right now I'm taking care of your grandmother. My mother is really getting old. She's falling. She's hurting herself. We're having to really do a lot of things to help her. I don't see this as a burden. I'm investing in my future. Because what I do for my mother, it's what my kids are going to do for me. It's a spiritual principle. It never fails. It's a law of searing and reaping. Аминь. Полина? Слышишь что? Оля? Филеп? Элла? Итак, притча 22.6. Простой стих. Такой простой. Но простые вещи требуют самого большого посвящения. Они труднее всего. И в завершении. Я хотел бы поговорить о следующем. Если вы сегодня в этом зале, у вас дети уже взрослые. И вы пришли к Богу уже после того, как дети выросли. То есть вы покаялись уже позже в жизни. Вы допустили ошибки в воспитании. Вы их не приучали ходить в церковь. Вы тоже, вот как многие родители считали, что надо детям дать свободу, чтобы они сами определялись. И у вас в жизни детей, ну просто как мы говорим, бардак несусветный, да? Что делать? Первое. Покайтесь. Скажите, Господь, я не знал, как надо. Я же не верующий был. А может быть, были спасены. Но не научены. Скажите, Господи, не знал, не знал. Перед Богом встаньте, покайтесь. Второе. Это поможет и вам, вашему ребенку. Если вы пойдете к ребенку, подойдете к нему и скажете, I'm sorry I wasn't better. Мне очень жаль, что я тебя неправильно воспитывал. Прости. I'm sorry I didn't teach you. I wish I could have done better. Я бы сейчас поступил по-другому. Жаль, что я неправильно поступил. Если вы так сделаете, тогда бремя это уже не будет на вас лежать. И, скорее всего, ребенок ощутит свободу. Если ваши дети еще в том возрасте, который такой, можно повлиять, then you have such an awesome opportunity. Let me ask you again. Do you want a lineage like Jonathan Edwards? Or do you want one like Max Jukes? One invested in his children, and one did not. I want to pray for you. Father, we thank you for Proverbs 22.6. Such a simple verse. But it's so powerful. Lord, I pray that today we don't just walk out of here and forget what we heard. But we leave thinking about how to do what we've heard. For mommas and dads. For grandpas and grandmas. For aunts and uncles. Give us wisdom. Give us courage. Give us patience. Give us hope to constantly be investing in these children. And we speak a blessing on them. Riches into their life. Пусть в их жизнь придет богатство. Пусть они будут образованы. Будет благоволение. Open doors. Открытые двери. Пусть они любят Бога. Right decisions. Принимают правильные решения. Во имя Иисуса. Now just put your hands on your heart. In order for us to raise children right. Для того, чтобы мы правильно воспитывали детей. We have to be dedicated. Мы должны быть преданы и посвящены этому. I want to lead you in a prayer. Repeat after my prayer. Повторяйте за нами, пожалуйста. Father in Jesus' name. Today I dedicate myself. Or rededicate myself. To invest in the young people around me. Forgive me for not doing better. And help me to focus on the future. By investing in these children now. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Своё отношение к воспитанию детей. Хочу напомнить, что на нашем сайте есть для каждого из вас подарок. Это книга «Как быть умным родителем». Заходите и скачивайте уже прямо сейчас. Потому что ссылка на скачивание ограничена. Спасибо за то, что вы остаетесь верны. И вы смотрите также те передачи, которые выходят на неделе. И уже завтра у нас выходит очередная передача нашего пастора Рика «Измени свой мир». И в данной передаче он будет раскрывать тему о признаках последнего времени. Через неделю день рождения церкви. Не пропустите это время. И хочу напомнить, что наши служения проходят по воскресеньям в 10 часов, в 13 часов, в 17 часов и в 20 часов по московскому времени. Церковь, всего доброго вам. Благословляю вас. Пусть все пути ваши будут Господни. Продолжение следует...